Идея состоит в том, что мы получим угрожение чек M, N, X и вот этот вот наибольший общий зритель. При этом, разумеется, я уже считаю возможным пользоваться вот той вот доказанной формулой. Мы ее уже доказали, ну, не знаю, по вам понятным, для любого X, целая часть X равна вот этому. Сначала давайте немножечко просто, что-то здесь попал, то есть для нескольких первых значений числа M, давайте выпишем, что получится. Так, чтобы, что называется, нам не было слишком много работы, я N буду говорить не все подряд. Итак, M равно единице, тогда у нас будет вообще одна единственная слагаемая, X или 1, ну и ответ будет целая часть. Отлично, M равно единице, N равняется тоже единице. Это интересно, что такое будет. Так, ребята, я наоборот, M равно 2, N равно единице. Пожалуйста, тщательно меня сейчас контролируйте. Это будет X пополам плюс X плюс 1 пополам. Согласны? Это подоказанная нами формуле. Чему равно? Целая часть от X. Целая часть от X. Отлично. Для двойки это будет X пополам плюс X плюс 2 пополам. Ребята, как интересно. Это будут 2 целых части X пополам плюс 1. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь исчезло, а здесь не исчезло. Хорошо. Здесь X разделить на 3, X плюс 1 разделить на 3, X плюс 2 разделить на 3. Это мы уже знаем, это целая часть от X. Хорошо. Здесь X разделить на 3, X плюс 2 разделить на 3 и X плюс 4 разделить на 3. Ребята, обратите внимание, вот отсюда единичка выносится и получается предыдущая сумма. Это будет целая часть X плюс 1. Ну и здесь вообще все очевидно. X разделить на 3, X плюс 3 разделить на 3 и X плюс 6 разделить на 3. Смотрите, здесь 0, 1 и 2 выносится, поэтому получается 3 целых части плюс 3. Да, это целая часть от X разделить на D. Да. Вот, вы абсолютно правы. Формула выглядит совершенно замечательно. Это будет D умножить на целую часть X разделить на D. Ну и плюс еще что-то. Здесь вот какие-то интересные штуки, с ними надо разбираться. Да, допустим, N равняется, скажем, 6 и M равняется 4. Что у нас тогда? Это целая часть X разделить на 4, 6 плюс X разделить на 4, 12 плюс X разделить на 4 и, наконец, 18 плюс X разделить на 4. Отлично. Да, давайте посмотрим, какие остатки дают вот эти числа в разделить на 4. Очевидно, 0 и 2. Пишем X разделить на 4, 1 выносим, здесь будет 2 плюс X разделить на 4. Здесь тройку выносим на 4, здесь 4, здесь четверку выносим и 2 плюс X разделить на 4. Понятно, что теперь разумно сделать. Разумно, каждый раз написать в следующем роботе 2 умножить на целую часть X полам-полам. Будет 8. И здесь будет 1 плюс X полам-полам. Мы уже говорили, что когда есть сумма вот такая, то это просто-напросто целая часть X полам-полам. Поэтому получается 2 целых части X полам-полам при сути. Двойка – это тот самый D, на небольшой общий делитель чисел 64. Значит, мы сейчас с вами должны получить ответ D умножить на целую часть X разделить на D. Вот здесь это получилось равное 8. Это какое-то число, как будто зависящее от чисел D, F и E.